Я хотел предварительно два слова. Сейчас мы начнем и дальше читать свои рассказы. Речь идет о продолжении. Сегодняшняя лекция это продолжение той, которую мы делали о метафизике ужаса в творчестве Мамлеева. Сегодняшняя лекция называется так. Официальное название. Инфернальные пейзажи и проблема мета-я тоже в творчестве Мамлеева. Инфернальные пейзажи и проблема мета-я. Собственно говоря, речь идет о попытке метафизических и герметических комментариев к рассказам Мамлеева. Но роль Мамлеева я много раз говорил. Входу повторяться, наверное, все понимают. Это наше все, настоящее. И поэтому комментарий тут может быть сколько угодно. Поэтому, естественно, никакое исчерпывающее изложение мы не претендуем. Просто это один из таких, скажем, предложений к прочтению Мамлеева. Прочтению под знаком инфернальных пейзажев и проблем мета-я. Еще я такой момент хотел акцентировать, что начался Великий пост. Я об этом по радио тоже подробно говорил, что это очень важное событие, особенно Великий пост 1999 года. Поэтому людям, склонным сочетать интеллектуально-духовные упражнения с конкретной практикой, я искренне советую и рекомендую всем участникам нового университета вступить, включиться в этот очень серьезный ритуал, который очень душеспасителен, полезен, прочищает сознание, утомляет тело. И, естественно, лучше всего поститься по какому-нибудь старобряческому канону, где совсем все сурово. Первое время вообще нельзя есть и пить, потом понемногу отпускают. С поклонов всегда делать надо во время молитв земные и так далее. Очень положительная вещь, и мне представляется, даже людям неверующим тоже неплохо отпаститься, поскольку мало-помалу, так сказать, можно и втянуться. Я рассматриваю вообще это не только как религиозный, но еще как общенациональный, такой интеллектуальный ритуал, который рекомендую всем. Итак, переходим. Да, ну, собственно говоря, в Великой Пост, как правило, вы знаете, упоминаются довольно-таки темные аспекты существования, которые должны мы лицезреть для более ясного представления о специфике нашей души, о специфике пути нашей души сквозь различные страты, антологии. Поэтому мне представляется обращение в данный момент к творчеству Юрия Витальевича еще и крайне таким, скажем, литургически уместным. Вот. Теперь Юрия Витальевича обслуживаю. Прежде чем начать, я хочу сделать небольшое объявление. Из нашего университета некоторые были на спектакле «Свадьба с незнакомцем». И поэтому я хочу просто объявить, что следующие два спектакля в театре на Перовской будут 14 марта и 27 марта. Два спектакля в марте, начало в 7 часов, это суббота и воскресенье. Это первое. Второе, я хотел бы объявить, что вышла моя книга в издательстве «Вагриус». Книга эта называется «Черное зеркало». Оно, так сказать, уже вот только-только на этой неделе появилось в продаже. Теперь мы приступаем к нашему чтению. Сначала, значит, порядок такой, что я читаю рассказ, потом мы, так сказать, проводим такую дискуссию. Первые два небольших рассказа, они, собственно говоря, так вот, ну, на повествовательном таком уровне, они посвящены такой проблеме отчуждения существа, человека от Бога и мира, и его выпадения из, так сказать, и из, так сказать, Божьего мира в нечто иное, в трансформацию в нечто иное. Мы первые два рассказа. Так что они уносят такой искренний задательный характер. Ну, а другие уровни уже мы будем обсуждать. Первый рассказ «Вольба». Что делал Фёдор Кузьмич всю свою жизнь? Ответ. Гонялся за крысами. Он и сам не знал, почему был к этому предназначен. И детства своего он не помнил, и предыдущего воплощения тоже. Он даже не считал, что ходит на работу, спит и обедает в тёмной столовой. Хотя на самом деле он выполнял всё это, благодаря чему, по-видимому, и существовал. Ну и он практически, едва ли. Но для главного, то есть для ловли крыс, он проявлял необходимую чёткость и здравость ума. Достаточно сказать, что он обменял свою солнечную отдельную квартиру на грязную в провалах комнату, где, по слухам, водились крысы. Комнатёнка была где-то вокруг старого дома, с особым входом и пукающей, изолированной от других комнат, бесконечными лестницами, закутками, стенками, какой-то вечной темнотой. Фёдор Кузьмич был тогда ещё молодой человек, лет двадцати, с ярошенной челюстью и почти невидимыми глазками. От своих родителей, почтенных граждан, он наотрез отказался. Одна уверенная, но погружённая в себя девушка сделала ему предложение. Фёдор почему-то отослал её к трубе, торчащей далеко в поле, на месте, само собой, разваливающегося завода. Больше ему никто не делал предложения. И жизнь его потекла удивительно однообразно, хотя и очень замкнута. Заработок своим не пропивал, но, питаясь чуть ли не помоями, откладывал его в копилку, которую клал в собачью конуру. Единственной серьёзной покупкой Фёдора было охотничье ружьё. Главное происходило таким образом. Фёдор просыпался ночью на своей полукровати от какой-то внутренней молитвы. Зажигал что-то похожее на лампадку, хотя икон нигде не виделось. Весь пол был уже как живой, усеян не то крысами, не то мышами, для которых Фёдор разбрасывал на ночь еду. Когда Фёдор в нижнем белье, мысленно прижавшись к трепетному пламени, во всем полил из ружья по крысам, громко трясал комнату. Поэтому обычно стёкла в ней были убиты. Так прошло 10 лет. Фёдор стал замечать, что несмотря на обилие крыс в этой местности, их уже меньше собиралось у него поначалу. Хотя за все 10 лет он не убил ни одной крысы, но, возможно, такая безубержная больба травмировала их. Когда Фёдор решил словить крыс голыми руками, ему никогда не приходило в голову, что укусил. Его действительно не кусали. Настолько внебиологичны были его отношения с крысами. Проснувшись среди ночи, теперь уже нет внутренней молитвы от красивого, образного, почти детского сна. Фёдор торопливо зажигал неизменную, наставшую холодную и медленную лампу. Странное отсутствие икона за нее, что пустота жилой стены, указывала на преображение ее сущности. По лугу, сделав несколько безумных, почти клинических прыжков вверх и вбок, Фёдор кидал все самые гуще этих тварей. Теперь они совсем не боялись его безоружного, скользаясь под самых беденых рук. А он на четыре рейка прыгал за ними в сторону, в сторону. Может быть, крыса чувствует, что все это неспроста, а здесь вовсе неохота за ними. Но что же это тогда было? Впрочем, за первые пять лет ему удалось поймать за хвост и трех крыс. Но что он с ними сделал потом, Фёдор не помнил. Надо сказать, никто из людей не знал, что Фёдор гоняется за крысами. Его давние стрельбу из ружья принимали за оборонную тренировку. А последние годы он вообще приумолк, обходясь своими квази-прыжками. Так прошло еще десять лет. Внутри этой его замкнутой структуры, дающей ему способ устойчивого существования, произошли сверху изменения на одном и том же месте. Теперь Фёдор уже гонялся не только за крысами, но и за крысиными призраками. Попросту говоря, он стал преследовать их днем, прыгая за ними в разные стороны. Хотя на самом деле крысы в это время отсутствуют. Это преследование и реальных крыс как-то сразу облегчило ему жизнь. Она сделалась просветленной, поэтичной, так как исчезла эта тяжелая, угрюмая, ежедневная необходимость просыпаться среди ночи. Последнее было единственным, почему Фёдор принимал своё занятие также за тяжкую и серьёзную работу. Теперь Фёдор стал легок, более поворотлив и мог часами, никуда не выходя, прыгать в свои комнатёнки за крысиными призраками. Воздушность, воздушность обладела им. Так прошло ещё десять лет. Мир представления Фёдора был структурален, замкнут и вполне адекватен его сознанием. Лучшего нельзя было и желать. Фёдор был счастлив. Особенно если счастье можно назвать отсутствие горя. Никто не знал, в чём причина его устойчивости. Однажды пошёл по перелеску, возвращаясь, по видимости, из просёлка в соседний городок. Внезапно из-за деревьев вышла огромная фигура. Формально это был человек, только весь обросший. Когда он подошёл поближе, Фёдор увидел его лицо. Оно было рожеватое, щетинистое, глазки как стальные и точно навек предпочтённую плицу. Фёдора обдало мёртвым, разрушающим его душу, холодом. Впервые за всю жизнь смертельный страх объял его. Потому что самое страшное, что увидел Фёдор в неживо, сонным лице нового существа, было этот человек. Вне его, Фёдора, представление о мире. Вне всего, что он может создать. Возможно, это был не человек. Фёдор никогда раньше не видел таких лиц. И во всяком случае человек из другого мира. Не будешь больше гоняться за крысами, вдруг оскорясь, сказал он в лесу Фёдору, и силой ударил его ножом в грудь. Откуда он знает последнее, что успел подумать Фёдор? Это убило его больше, чем удар ножа. Юрий Витальевич, здесь очень любопытный момент конца рассказа. Я хотел у Вас спросить, как это Вам удалось. Имеется в виду то самое существо, которое вышло и с ножом так отлично поработало с этим любимым любителем. Вот что любопытно. Фраза, которая называется так. Формально это был человек. Вот что интересно. Это очень напоминает один афоризм Невалиса. В Невалисе есть довольно любопытное высказывание. Почему именно люди должны жить в человеческом теле? На мой взгляд, пишет Невалис, в человеческом теле могут жить другие любые существа. И очень любопытно, что почти его современник, знаменитый философ 18-го века и физиогномист Лафатер, он в своих книгах дал массу рисунков, где люди постепенно переходят в животных, коров, камни, растения. И поэтому у Лафатера есть такая любопытная теория. Мне бы хотелось знать ваше мнение. Он сказал, что человечество есть антропоморфный ответ природе. В том смысле, что есть природа, любые звери, любые камни, любые растения. И есть на все это антропоморфный ответ. То есть нечто в человеческом теле, что отражает и повторяет всю природу. Что-то нечто подобное. Или Вы размышляли скорее о короле крыс, который тоже довольно мифически известное существо? Ну, я бы сказал, что вообще, конечно, может быть, к сожалению, произведение искусства пишется настолько и реально, и рационально, что автор, ну, сам, его сознание само окутано какой-то тайной, и он, так сказать, полностью не осознает, что он пишет. То есть он осознает, конечно, потом, когда становится читателем. Но он становится таким же читателем, как и все остальные. Поэтому, так сказать, мой ответ тоже не абсолютен, как и все остальные. Но он заключается в том, что, да, с этой теорией я знаком, и здесь можно, так сказать, ее как бы подвести под эту ситуацию совершенно точно. Почему? Потому что, с одной стороны, мы знаем, что человеком в традиции называется вовсе не биологическое существо человеческое, да, а называется только такой человек, который имеет вертикаль, то есть который имеет непосредственную, или даже потенциальную связь с Богом, с Абсолютом. Если эта вертикаль отсутствует, то здесь уже могут быть всякие самые различные вариации. Но если он не имеет, простите, если он не имеет вертикали, а имеет одну горизонталь, правильно? Да. Тогда он, как человек, человеческое тело, он может расплыться по всей природе. Абсолютно, абсолютно. И один день просыпаться крысой, другой день тем самым охотничьим ружьем, что тоже элементарно. Третий день ничего не будет. Абсолютно. То есть пока нет этой вертикали, в принципе, то, что у него есть человеческое тело, не является его сигнатурой как человек. Да, не является его знаком как человек. Как Вы думаете, Александр Георгиевич, на этом все? Как раз прошлая лекция была посвящена проблемам антропологии. И сейчас я думаю, что все это имеет самое прямое отношение к традиции и к новой антропологии. Но мне вот представляется, что лучше его трактовать не путем конвенциональных моделей традиционализма, которые, безусловно, присутствуют и в сознании, и в его творчестве. Но гораздо, мне кажется, интереснее трактовать именно то, что вообще не поддается никакой трактовке. Поскольку, с моей точки зрения, Мамлеев чем сверхинтересен, помимо других бесконечных достоинств, именно таким прорывом в такой постсимволизм. В принципе, любое произведение любого современного писателя, который стремится быть максимально сложным, максимально, скажем, неожиданным, резким в своей новизне, как правило, раскладывается элементарно на довольно простейшие парадигмы либо конвенциональных знаний, либо сонных архетипов. Обычно, по большому счету, чем более он претензиозен, тем более он механистичен. А вот у Мамлеева мне представляется, пожалуй, редкий случай литературы или вообще культурного явления, которое не то, что не поддается разложению на концепции «Королик крыс», но каким-то образом настолько здесь существует дополнительный компонент реального абсурда, абсурда действительно не в вещающемся в такие классические схемы, что он мне представляется наиболее интересным. Я когда-то тоже готовился к сегодняшнему выступлению, перечитывал рассказы Юрий Витальевича и развивал такие тоже символические построения, символизм крысы в «Черной магии», символизм крысы вообще в истории, у африканских народов. Потом интересно даже, что у такого трезвого фасмора, лингвиста, есть такое толкование слова «мышца». Мышца, почему она называется «мышца»? Потому что бежит мышь под кожей. И это не фантастическая народная этимология, это наиболее, скажем, такая трезвая, наукообразная, сантистская трактовка, предсказуемое слово «мышь» и слово «мышца». Но ведь это же одинаково со словом «арсен» и «арсеник». Вот это как раз отрицается, как народная этимология, там тоже есть, но вот «мышь» и «мышца», вот это вот очень странные. Я просто подумал, что попытался среагировать на описанный Юрий Витальевичем в пальбе «мир», и никакого другого термина, как «инфернальный пейзаж» я придумать не смог. То есть, конечно, наверное, у всех этих персонажей и в этой ситуации существует некоторый, скажем, концептуальный код. То есть, речь идет о какой-то идее, воплощенной через творческое восприятие, ну, как бы сказать, произведения. Но мне кажется, что самое интересное, что, вот гений в чем заключается, что, как бы, может, он вдохновляется какой-то идеей, но то, что выходит из-под его пера, тоже никакая идея абсолютно не сводима, не расшифровываема. И представляет собой некоторую, действительно, скажем, вещь, которая, по большому счету, имеет в себе некий отблеск абсолютного. То есть, вот в рассказе «Польба», например, на мой взгляд, мы видим некоторую ситуацию, динамически развивающуюся, некоторые описательные стороны, повествовательные, сюжетные стороны, даже символический ряд, такой концептуальный. И все равно совокупность этих элементов вообще близко даже не описывает то, о чем мы имеем дело. На самом деле, что-то действительно почти, наверное, может быть, действительно нерациональное такое вот входит в помещение, когда мы читаем, мы читаем свой рассказ. Сейчас возникает некоторое ощущение, что мы сталкиваемся с реальностью, как бы очень упругой, гуттаперчиво отказывающейся помещаться в привычные представления. С одной стороны, это, в общем, таких, наверное, любителей «Польбы» мы в жизни знаем, я не знаю, ну, как бы сказать, там, можно в клиниках их встретить. Это не такая редкая, в общем, среди нас так есть такие люди, их более даже, кстати, разнообразные и безумные подчас целая московская история 60-х методического подполья полна была протагонистами аналогичных историй, безумцами, которые, ну, собственно говоря, вытворяли вещи гораздо похлеще. Но никогда их даже самые абсурдистские шаги не создавали того вот уникального какого-то специфизического тона, который есть у Мамлеева. Вот «Польбе» я вижу на самом деле такое, скажем, сочетание двух вещей – диссоциации мира, то есть действительно какого-то крайне обнаженного освобождения вот таких логических и даже символических структур иерархических. С другой стороны, крайне напряженное присутствие, что вот эту разложенную реальность, в отличие от многих таких, ну, как бы сказать, можно сказать, сюрреалистов снизу, я считаю, что Юрий Витальевич – сюрреалист сверху, в отличие от сюрреалистов снизу у Мамлеева ощущается какое-то патологически ясное присутствие, присутствие духовного, которое это все и созерцает. И вот эти два элемента предельно абсурдного, не разлагающегося в рациональных моделях и наличие при этом колоссального такого духовного, тоже столь же ясно существующего и свидетельствующего о чем-то, о чем только, вот это не так ясно присутствие. И вот этот компонент, он создает, конечно, уникальную атмосферу, которая сама по себе, на мой взгляд, она может быть уподоблена миру. Миру, в котором, в принципе, может и не существовать новолиса, не существовать крыс, а существовать некоторые вот особые мамлеевские измерения. В свое время у Лавкрафта были, вот Женя, мы говорили, что у Лавкрафта были проникновения в миры и реальности, которые созвучны каким-то интуициям, глубинным интуициям Мамлеева. И вот у него там есть мир слепых богов-идиотов, у Лавкрафта, которые только играют на флейте. Они больше ничего не умеют делать, но они боги. Они боги, но они обидевотились постепенно и, как бы сказать, оставшись, сохранив какой-то колоссальный творческий потенциал, но они уже не хотят, а может быть, им просто лень, создавать рациональные миры. И тогда они, вместо того, чтобы создавать, как положено богам, рациональные миры, они устраняются и, как бы сказать, под одном творении просто дудят такие чертовичные безумные мелодии. Вот Мамлеевская реальность, на мой взгляд, очень каким-то образом резонирует с мирами слепых богов хаоса. И здесь все же, как бы, может быть, и есть элементы структурно, они растворены. Это как в описании внешних сумерек у гностиков, в дракон внешний гул, в котором очень изредка, раз в вечность пролетает, все иная рожа раздается, какой-то скрип, гул, очень редко. То есть, вот, как бы, элементы символических комплексов здесь, в пальме, я вижу именно такими растворениями. Саша. А вы не находите, что вообще этот рассказ можно интерпретировать совершенно спокойно, что Федор Кузьмич просто человек, который хочет вести нормальную жизнь? Даже без того, что, без элементов абсурда, что такое абсурд, все вот, я читал несколько рецензий на Юрия Витальевича, французских, немецких. Меня поразило именно то, о чем вы, Саша, сказали. Дело в том, что, действительно, там масса вот этих субстантивов. Абсурд, гротеск, некрофагия, автофагия и прочее дело. Но, заметьте, что вот эта вот дефиниция такая, она, собственно, не имеет отношения к живой ткани рассказов Юрия Витальевича никакого. То есть, там нет, как бы сказали немцы, никакого займа нет, есть сплошное варган идет. Но, вернемся к Федору Кузьмичу, ведь он совершенно, как многие герои Юрия Витальевича, совершенно нормальный человек, который хочет жить нормальной жизнью. Первый нормальный его поступок, что он обменял эту сволочную квартиру, свою солнечную, на нормальную дыру в коммуналке. И он совершенно правильно это говорит, потому что вот эти вот однокомнатные, особенно квартиры, которые Савдат наставил повсюду, они очень напоминают толпу вот метро в Часипе. Вот огромная толпа, никому нельзя вообще шевельнуться, но в то же время люди абсолютно изолированы в своем теле. Они идут и не видят друг друга. Вот это точно так же они изолированы в этих домах. Коммуналка, конечно, совсем другое дело. Это же совсем реальная жизнь. Потом, заметьте, меня всегда поражает в рассказах Юрия Витальевича, что его дома, его комнаты живут абсолютно живой жизнью. То есть, трудно сказать, это как бы второе тело этого персонажа. Очень много рассказов вообще начинается с описания какой-то комнаты, с описания какого-то подлала, с описания какой-то развалюхи. То есть, имеется в виду, что все эти помещения живут живой жизнью. Они разлагаются полностью. Потому что вот именно те самые солнечные, однокомнатные квартиры, это вообще не лишь шевельщики. Это просто непонятная клетка, где люди живут совершенно, кстати, абсурдной жизнью. Поэтому, на мой взгляд, Юрий Витальевич, вы меня поправите, если я ничего не так скажу. На мой взгляд, Фёдор Кузьмич просто решил зажить совершенно нормальную жизнь. Совершенно правильно. Ну, хорошо, если люди ездят на охоту, там, куда-нибудь на тиграх и львов, то у него, поскольку у него не так много денег, он решил охотиться на сушниках прямо так. Тем более, он выходит, как индивидуалист, он выходит на физический уровень. И там, как часто бывает в рассказах Юрий Витальевич, попадают удивительные, изысканные фразы. Чисто манеристские. Например, в данном рассказе, преследование ирральных крыс. То есть, совершенно логичный ход, что если живые, нормальные крысы ходят по ночам, но ход действительно довольно диковатый, то призраки крыс должны ходить дни, при солнечном свете. Там-то за ними иногда ходятся. То есть, этот человек обставил себе жизнь крайне интересно. Причем, услугами внешнего мира он почти не пользуется, он только купил ружьё у них. Больше ничего. И поэтому, я считаю, что это необычайно нормальный, здравый, очень энергетический рассказ. Можно вот так его не претендовать? Ну, что я могу сказать, опять-таки, моё мнение не абсолютно, потому что это уже мне читатель. Должен сказать, что здесь можно, так сказать, и увидеть уровень, который прекрасно выражен в Жене. И, вместе с тем, меня поразил, конечно, Александр Гелевич, вот этой метафизической подоплёкой. Здесь выглядит очень поразительно. И, надо сказать, вот эти два уровня понимания, они такие, насколько контрастные. И, несомненно, вот эти уровни содержатся в этом рассказе, что вот это сочетание такой живой, конкретной жизни, да, вот, наших коммуналок, это всё действительно есть. Этот рассказ можно просто прочесть как рассказ о нормальной жизни. С другой стороны, вот это, надо сказать, раскрытие этой метафизической такой подоплёки, да, оно, конечно, совершенно выглядело для меня удивительным, потому что оно, безусловно, совпадало с такими некоторыми, вот я даже не записал, с некоторыми моими, так сказать, попытками, вот, интерпретацией этого рассказа. Причём, как Александр Гелевич, выразил это даже лучше, вот. Я имею в виду вот что, просто как добавить к этому, да, то, что этот рассказ действительно можно интерпретировать, впрочем, как и последующий, да, как такое, как сказать, выпадение, выпадение из нашего мира, да, выпадение из, вот, так сказать, конструкции нашей Вселенной и уход в какой-то особый такой микромир, в какой-то особый параллельный мир, который совершенно не подчиняется, как бы, нашим законам. И самое интересное, что встаёт, так сказать, вопрос, каким образом в этом вот микромире, который создал себе Фёдор, да, в чём он замкнутый, он устойчивый, обратите внимание, что он ищет всё время устойчивость, то есть он ищет такого, ну, закрытого пространства, чтобы, ну, существовать спокойно, да, вот, и обратите внимание, что всё-таки внутри этого мира, хотя, казалось бы, он отчуждён и от, так сказать, от Божества, и от нашего мира, какой-то непонятный, выскочивший откуда-то параллельный мир, замкнутый, что в нём всё же особым образом, то, что Микельевич говорил, особым образом присутствует, так сказать, облеск Абсолюта. Но он присутствует совершенно в других, так сказать, моментах, в других, так сказать, проявлениях, чем он присутствует нормально, так сказать, в нашем мире. Мире. Потому что любой, любой, так сказать, микромир, любой параллельный мир, какой бы он ни был выпадающий, какой бы он ни был странный, какой бы он ни был абсолютно такой, с нашей точки зрения, абсурдный, и, казалось бы, закрытый от неба, в нём не может не присутствовать каким-то перевёрнутым образом, отблеск, так сказать, отблеск высших миров, отблеск Абсолюта, из которого, так сказать, всё выходит. Поэтому, в принципе, то, что вы сказали сейчас, и о чём мы говорим, это, в принципе, наверное, можно применить и ко всему творчеству, и только к этому рассказу, поскольку здесь ещё интересный вопрос. Вот если говорить о странности, всё-таки согласитесь, на нас, ну, на прямом уровне, конечно, вот, Екатеричёвыч как-то предлагает рассматривать это просто как такой, просто спокойная жизнь, то есть там, судьба человека вполне такая, даже в каком смысле рекомендуемая, вот, это очень сильный, да, с моего взгляда, вот, надо внимательно думать, нет, я считаю, что, наверняка, это всё парадоксально, и всегда они, обязательно, гораздо более справедливо, нежели банально, поэтому, скорее всего, это так точно, то есть заведомо можно сказать, что, таким всего, абсолютно, да, суперкорректную, сверхкорректную интерпретацию, и одно, мне кажется, другому не мешает, я вот, если говорить... Адум не мешает абсолютно. На физической стороне, то есть здесь вот возникает очень любопытный момент, что есть такая суфийская, особенно в сахровардистском линии суфизма, школе, такое представление о колодцах изгнания, или о том, что вот аналог того, что западное изгнание, колодцы западного изгнания, аналог того, что герметическая традиция называет мегреда, о чем Евгений Силович блестяще сделал лекцию, работа в черном, потрясающая, мне кажется, исчерпывающая. И вот там есть очень интересный момент. Момент следующий, крайне важный, что, что такое трактуется у сахроварди, по-моему, если не ошибаюсь, Багряный Архангел, его трактат, и Шелестковил Архангела Гавриила, что такое вот это западное изгнание. Это на самом деле, то есть человек описывает, что путник отправляется на запад, путешествует на запад, его там хватают стражники, заточают в темницу, бросают на дно этой темницы, он там прозябает, не видя ничего, видя только черные стены, и весь мир пристает у него в черном цвете, и он как бы теряет свою родину, забывает о ней. Дальше описывается, как выбраться путем инициатических операций от этого западного изгнания. Но там есть очень интересный момент. В какой-то момент Мудрецкая, подряд имени которого идет повествование в этом трактате сахроварди, когда его спрашивают ученик, куда мне надо отправиться, чтобы попасть в этот черный мир, куда мне надо спуститься, чтобы начать свою инициатическую... Он говорит, да никуда тебе не надо идти, на самом-то деле. Ты вот просто тот чудовищный инфернальный рельеф, если говорить об инфернальном рельефе, все-таки, как некоторое восприятие, он не находится где-то там, он не находится за какими-то горами, в каких-то странных мирах. Этот инфернальный рельеф возникает на месте того, что еще секунду назад было не инфернальным, после того, когда к нас или сквозь нас начинает действовать вот эта очень сложная метафизическая инстанция, может быть, этот некий блик Абсолюта, который падает, наверное, на некоторую сущность, и вот тогда и начинается, собственно говоря, западное изгнание. Он, Турганавалеса тоже был в голубом лотосе, там есть это как раз инициатическое описание, как человек жил нормально, более-менее вдруг, и он внезапно осознает то, где он находится, как невыносимый ад. И его структуры, его события распадаются, и обнажается вот такое вот темное ощущение, что он вот то вчера, где он посчитал, то, что он считал нормой, является низом. То, что он считал серединой, а норма середины является на самом деле ниже некуда. И вот таким образом он оказывается в аду. Соответственно, и из знакомых, и из ближних ему людей, просто случайных прохожих, птиц, которые проносятся через окно, начинает складываться, собираться некоторый, вот, собственно говоря, то, что можно сказать, инфернальный пейзаж. Ну, это можно также определить, как некая волевая, шаманская болезнь, или такая волевая шизофрения, или неволевая. И вот тут Евгений Силович очень интересную вещь, однажды сказал я, вот гениальную вещь, о том, что человек, прежде чем сойти с ума, принимает решение сознательно. То, на самом деле, каждый человек, где-то в глубине души своей, знает, на что он решается, когда он дает свободный выход безума. И в этом отношении, решимость идти в западное изгнание, или обнаружение себя в сердце, в середине, или даже на периферии инфернального пейзажа, это не просто там, вот, как бы, люди пали, или, скажем, куда-то их занесло, или они не зашли, а на самом деле просто они пробудились, это первый признак, блик абсолютно упал на них, и то, что казалось понятным, стало непонятным, то, что казалось привычным, стало совершенно экстравагантным, то, что, и наоборот, соответственно. Вот мне представляется, что это может тоже, вот еще одна такая интерпретация, рассматривать этот рассказ, как пробуждение, что, действительно, в данном случае, постепенно, вот, вот, инфернальный пейзаж, оживая и становясь такой, как бы, сказать, уютной, уже, вот, такой, столбовой реальностью, как бы, он становится таким, он обнажается, обнаруживает себя именно благодаря тому, что на какое-то существо, в данном случае, на Федора, пал блик абсолюта, и все, и на самом деле, действительно, дальше идет диссоциация взгляда на солнечные квартиры, на близких, возникают новые цели, новые нравы, новые задачи, новые пути, новые путешествия, новые предметы, даже это ружье, вот, можно сказать, что он у них купил, но наверняка он его присуществил определенным образом, потому что, вот, на рынке, или, там, у таких подоброжелателей это было одной вещью, в его квартире, где горели свечи, лампадки перед несуществующими иконами, то есть, он, фактически, как бы, таким, он поклонялся апопатическому принципу, высшему, такому, неизвестному, неизведанному деус абскондитус, и, в данном случае, вполне такая тоже религиозная практика, на самом деле, это ружье тоже претерпело определенную трансформацию, то есть, вот, если рассматривать это, как, уже, классический, может быть, сюжет, инициатический, здесь, вот, как генезис инфернального рельефа, так, тоже еще одна версия, да, и отмахай, побольше, нет, я думаю, мы улучшим, давайте, второй рассказ, после любопытной параллели будут, да, там, в общем, куче, хорошо, так, следующий рассказ называется, «Хозяин своего горла», этот человек жил в затемненной, сумасшедшей комнатушке, разделенной висячей, полурваными одеялами, на четыре равные части, в каждой части жила своя, ехшаяся салом, и заглядывающая в пустоту семья, только в одной задней части, куда солнце проглядывало только через рваное одеяло, жил он, Комаров Петр Семенович, хозяин своего города, формально это место называлось общежитием, а на самом деле дерево было скоплением мертвых, из всякого потустороннего выхода, точно застывших душ, но Комаров не входил в их число, раньше он любил на гитаре играть, малых деток ведром с помоями пугать, но сейчас все это позади, свое новое импульсивное существование, Комаров начал с того, что неожиданно столбом упал на колени, и так долго-долго расстоял в своих конуре, закрошающемся пьяном, уже тогда эти тени мелькали у него на стене, мы сумеречны, вернее, это были тени-тени, главное, что было внутри. С этого момента Комаров Петр Семенович почувствовал, что он становится хозяином своего города, точнее он теперь понял, что его сознание предназначено и появилось на свет для того, и только для того, чтобы ощущать это горло, и жить его внутренне, но в некотором смысле необозримой жизни. Поднявшись, наконец, Комаров Петр Семенович засуетился и, подхватив сумку, поскакал на работу в учреждение, где учитывались свиньи и прочий скот. Сразу же он почувствовал удовольствие, чего раньше с ним никогда не случалось. Именно ему стало неприятно, что он настраивает свой интеллект на все эти учеты и прочие размышления, в то время как он, интеллект, и теперь должен быть предназначен только для горла. Просидев часика два, Комаров не выбежал и, схватив со стола часы, убежал. Пришел домой в несколько взбудораженного состояния. С одеялом раздавался упал на двое. Кто-то большой и голый ползал около, заглядывая в соседние отделенные одеялом комнаты. Запутавшись в кое-спальное одеяло, Комаров лег под кровать, что он делал всегда, когда хотел создать видимость своего отсутствия. Конечно, не только для людей. Взял в руки Библию, стал читать, но ничего не понимая, опять поймал себя на грону, неизвестно откуда взявшимся сопротивлением. Его вдруг снова стал раздражать, что приходится использовать сознание его для несвойственного ему дела. Точно он испытывает в себя неподозначение. В конце концов, Комаров скрутился калачиком и задремал, погрузив свое «я» в горло. Чудесные картины открылись ему. Порой ему казалось, что его горло распухает, приобретает дикие размеры, уходящие в загробные меры. И он сквозь красные прожилки своей эльгортани видел немыслимые, беспорядочные реалии, какое-то божество, бегущее с ведром за курицей, некие линии и мышонка, запутавшегося в сплетениях дегерского духа. Но внешне мало интересовало его. Иногда этот виденный им загробный мир казался ему просто загробным сном, более соответствующим, правда, своей действительности, чем обычный земной сон своей. В целом он весь жил этим горлом, нырял своим «я» в его кровь, и в осознании как бы плыло по крови, как человек в лодке по реке. Шептался с шевелениями своих жилок, заглядывал на их бесконечную красоту. Что кашляйте из воли, и Петр Семенович вернул его к так называемой реальности человеческим голосом. Толстый, голый мужчина в тапочках, сосед, сидел у него на кровати и играл сам с собой в карты. Петр Семенович показал с пола свое бледное, изможденное течением лицо. «Никому не говорите, что я у вас приложил лапу к упам», проговорил сосед. «Меня ищут». Но ребенок запутался в одеялах. Комарок смрадно выругался. Чего раньше с ним никогда не бывало, неожиданно ущипнул толстяка в задницу. Тот перепуганный что-то прошепел, и на четвереньках попал в соседнюю идеальную комнату. Вообще, действительность рушилась. Комарок теперь ясно видел, что мир не имеет никакого отношения к его сознанию, особенно как некая цель. Цель состояла в горле. Идя по этому пути, Комарок бросил свою карьеру в учреждении по учету свиней. Он вообще перестал работать. Неизбежную же пищу он добывал на огромных, величиной, наверное, с Германией, в помойках, раскинувшихся за чертой города. Существовать так не представляло труда. Но Петра Семеновича все время смущала малейшая направленность его сознания на госпеки, или бесполезность, то иными словами, на мир. Рано уточка. Еще соседи колыхали своим храпом одеяло. Комарок бодренько, обглодав косточку, пускать его на улицу, не замирал безумления. Божье солнышко, трапка, небо казались ему противоестественными и нужными. Надо жить только в горле, думал комарок. Даже от его былого увлечения молоденькими женщинами не осталось следа. Он пытался также сократить прогулки до помоек, набирая свою относительную пищу на целые дни. Впрочем, и во время этих встреч с творением он налогчился так погружать свое «я» в горло, что фактически вместо мира ощущал темное пятно. Он брел, как слепу. И все-таки, все реже и реже, он выходил на улицу. Только высокие пестры, уходящие в потолок, одеяло отложали его. Иногда он видел на них смещение цвета. Рев, доносившийся из соседних комнат, уже не донимал его, а голый мужчина больше никогда не заглядывал к нему. Скручившись, комаров с рукой. Иногда, закрывши глазки, он издавал какие-то беспрерывные ворчания, звуковые репучки, просто нездешний звук. Но в основном была тишина. Комаров видел перед собой внутреннее существование своего горла, эту радостную, непрерывную настойчивость. Его «я» барахтал с горла, и было как бы смрадным осознанием каждого его движения, глазка. Внутри меня чами он видел весь безбрежный океан этих точек, кровеносных сосудов, мигающих неподвижностей, плавал по их длинному, уходящему глубину телю. Его потрясала эта настойчивая, уничтожившая весь мир существования. А редко, протянув руку за кружкой, он отпевал глоток холодной воды, чтобы смешать ее с этим новым своим откровением. Тени-теней на стене становились все более грязными и видимыми. Они сплетались, расходились и уходили в другой мир, иногда нависали на комнатах. Его больше всего удивляло. Что же сделало сознание? Оно превратилось в узкую точку, дальную в своем непосредственном любви и существовании. Это протяроличие смешило и разгрожало его. Он наконец смирился. Ну, наконец он смирился с ним. Он видел даже цвет своего сознания погруженного в горло, оторванное от своего прежнего существования на жирного дьявола. Но вдруг все это неожиданно разрешилось. За его комнатой, кажется, колыхались фартные одеяла. Сначала он умер, а потом, а потом. Вот он был выход, который он так ждал, который он так предчувствовал. Его душа, торбавшись обшалкой земной оболочки, ушла. Но так, что обрела невиданную страшную устойчивость, почти бессмертие, потому что в ней, в душе, не было ничего, кроме отражений жизни комарова в голове. От тела комарова выбросили ему помогу. Кто-то заглянул ему в рот и увидел там, в глубине, исходяные черные падежи. обрела невиданную областью. АПЛОДИСМЕНТЫ Все эти обычные литературнические категории в отношении иногда многовсильно, зачастую к вашей прозе, совершенно теряют всякий смысл. Я понимаю, действительно, тут получается, что с точки зрения критики, допустим. Возможно, определенная эрудированная критика, я бы сказал так. Допустим, вот этот человек, его я погружается в горло, то есть в мистерию крови. Потому что в горле, как известно, из всего тела более всего кровеносных сосудов. И если у него там открываются внутренние глаза, он, безусловно, может видеть массу пейзажей, розовых, кровавых, чудовищных. Это все понятно. Голова к черту, потому что голова ему уже не нужна. То есть получается, что этот торс практически без головы, он даже видит свет своего сознания. Правильно, да? Совершенно верно. Ну, допустим, я могу прочесть у замечательного французского поэта Анну Ремешо, допустим, у него о крови есть такое выражение. Что, когда вы смотрите на реку, это не значит, что вы видите течение реки, вы видите течение вашей крови. И это совершенно естественно, потому что наши, как вы сказали ученые, биоритмы и прочее, очень сильно зависят от пульсации крови. Но, понимаете, я все время чувствую, что моя мысль совершенно скользит непонятно где и зачем. То есть я не понимаю гротескного, диссонатного удара этого рассказа. И, Александр Георгиевич, если вы можете мне это пояснить, так же, как и всем нам, то это будет очень даже неплохо с вашей стороны. Я на самом деле совершенно согласен. Просто это и подтверждает тезис, который комментировали по льву. Получается, что Мавлеев не подлежит такому витрудоведческому анализу, просто не подлежит. И люди, которые пытаются, кстати, было несколько статьй о творчестве Юрия Витальевича, но они все были оценивать произведениями искусства. Такое впечатление, что какие-то герои из-за одеял проснулись, вылезли, как-то с тобой поиграли и написали такую шатеньку. То есть рецензировать, на мой взгляд, и разбирать просто профессионально, корректно, можно, когда ты понимаешь, по меньшей мере, не меньше автора. По крайней мере, ты знаком с теми реальностями, которые заставляют человека выбросить или произвести тот или иной образ, ту или иную идею. А здесь возникает такое интересное, что, в принципе, если, я думаю, люди, которые цензируют Мавлеева и пишут у него критические, и даже читают, они бы попытались так реально вдуматься в то, чем они делают, то есть войти в мир, который войти предлагается, то я думаю, что у них судьба их была не только из критиков выжнали, но их дальнейшее существование было бы в лучшем случае, в стиле пальбы. То есть эти люди бросили все, поскольку, ну, вы знаете, известный элемент, известный факт. Многие люди читают массы книг, в том числе и религиозной литературы, и остаются абсолютно точно такими же, такие только с усами или покраснее, но абсолютно такие же, как до этого, до того, как они это читали. И вот очень у Селинов в «Путешествие на край ночи» есть интересный пример, когда один владелец клиники, он, подобрал Ферденанда Боргамю, главного героя, он начинает изучать всемирную историю. И вдруг он жил нормальной жизнью, он тоже что-то читал, там, клиника, деньги, в общем, ну, такая медицинская работа. И вдруг он понимает, на самом деле, что мировая история была. И это настолько его убивает, что он тут же все бросает, собирается по жидке, куда-то уезжает, бросается на вокзал. Сам факт того, что мировая история в принципе существует, может человека ввести в состояние вот аналогичного, вот, как вы скажете, героям Мамлеева. Они тут же мгновенно слетают с таких обычных катушек и начинают уже там двигаться ближе к помойкам величиной в Германию. Поскольку, действительно, если бы мы поняли, вот, что что-то, вот, Вимитач, в свое время мне передавали еще, я не знаком был с Вимитачем до эмиграции, он говорил, что какие-то, вот, такие моменты, я прошел зацитирование, что советскому человеку надо вначале научить что-то есть, а потом уже рассказывать о дальнейшем, что то, что есть, есть, это вот первая задача. На самом деле, это оказалось, что не только советский человек грешил таким, вот, таким, как бы сказать, выпадением из каких бы то ни было реальностей, темных и светлых, разумных и неразумных, а гротескных и таких банальных, но, видимо, здесь гораздо глубже, поскольку вот советского строя нет, а ситуация с этим никоим образом не изменилась в лучшую сторону, а скорее в худшую. И вот здесь возникает такое, тоже, на мой взгляд, момент, что критика Мамлеева, критика должна более-менее основываться на проникновении в реальности, с которыми он оперирует, или даже хотя бы, ну, на подступы к этим реальности. Зачем, говорю, брать на все такую большую ответственность, просто в неком таком, как бы сказать, предбаннике, скажем, этого мира и этих реальностей иметь смысл находиться. Тогда можно, как бы, адекватно описывать. И, ну, здесь, опять же, мне представляется, что метафизическая сторона здесь дана очень... то есть вне литературной критики, безусловно. Метафизическая сторона здесь дана таким крайне наглядным и норовоучительным, и душеспасительным образом. Человек начинает... В принципе, вот интересно, что, конечно, горло это слишком символический момент. Вот, Женя, я не знаю, что вы правы, что вот действительно можно вспомнить ацефала, можно вспомнить ахватая, тематика человека без головы, человека солнечного сердца, который живет в горле. Можно вспомнить то, что в горле как раз рождается звук, слово человеческой речи. Горло с выходом, и поэтому очень много... Есть еще и практики в различных традициях такого оперативного толка, в том числе и в эссихазме, по поводу оживления горла. В частности, вот в мационарии есть такой пионный жест подмастерье, который наивно трактует, что речь идет об отрубании головы, речь идет об оживлении вот этого магии, такого оккультного тонкого тела, сопряженного с горлом. То есть горло играет в человеческой субтильной антропоустройстве центральное, очень важное значение с точки зенеализации. Но опять же, все эти элементы такого традиционистского понимания, что в принципе речь действительно можно сказать об описании, об определенных институтических шагах, которые вот в такой гротескной ситуации, которая является гротескной просто, не потому что она гротескная, а потому что рождается инфернальный пейзаж после падения брика абсолютного на некоторое существо. И вот появляется инфернальный пейзаж, и дальше начинается духовная реализация. Она другая, нежели в пальбе. Здесь речь идет о фиксации на определенном тонком аспекте своей конституции, и пробуждении его, обнаружении его, и, как бы сказать, обособлении ветхой плоти. И горло становится той опорой, тем суппортом в сакральной реализации, на котором основывается просто некое зрение души. Очень показательно, как мир, вот Юрий Татьянович, описывается, становится черным и малоинтересным. Тоже классический инициативический элемент, что вместо мира постепенно, чем больше человек живет внутренними проектами, тем больше внешний мир у него просто становится туманным, и в конце концов просто представляется таким пятно. То есть можно и так рассмотреть. Но все-таки и опять здесь есть что-то большее, на самом деле, что-то тревожное, что-то более, скажем, глубинное, поскольку рационализация, даже метафизическая рационализация, мне опять в этом рассказе тоже не представляет исчерпывающей. Есть здесь что-то, что, в принципе, может быть, грубо говоря, так, обращено к каждому из нас. Вот в этом рассказе есть какая-то очень специфическая нотка, специфическая интонация, которая не подлежит такому однозначному структурализации. Это как бы пазл, загадка, которую каждый должен собрать сам. То есть сам путем своего собственного опыта. И в этом не представляется особенное значение. Ну, мне кажется, что здесь большая трудность этого рассказа, мне кажется, заключается в том, что каждый из нас не может найти в своем внутреннем мире адеквата опыта, описанного в этом рассказе. Все совершенно понятно. Это самое явное, замечательное, этого господина, который читал Библию под кроватью. Дело в том, что оно могло бы воплотиться в руки, в ноги, в любую другую часть тела, в сердце, допустим. И тогда интерпретация была бы понятна. То, что оно как бы опустилось в горло. Да, мы можем действительно найти много ассоциаций, мы можем найти в масонских, в шаманских, в других любых ритуалах, особенно у австралийских колдунов, там очень много связано с этим колдовством, связанным с распуханием именно горла. Когда я, колдуна, входит в горло, и он начинает просто... Ну, на много миг пустыня просто умирает, потому что издаются такие звуки страшные, что там вообще ничего живого не остается. Но, опять же, это все ассоциации, которые, на мой взгляд, не имеют отношения к принципу этого рассказа. Вот. Либо это просто вот какая-то совершенно экспериментальная проза, либо это вообще вот непонятно что. Либо это тоже, конечно, момент черной фантастики присутствует, когда этот человек умирает и заглядывает ему в рот, там видит эти черные впадины. То есть нечто такое, допустим, его душа, которая называется ахемой, тело души, вот живого у него в голове, потом провалилась к нему в горло и совершила там совершенно чудовищное опустошение. Это безусловно так. С другой стороны, там это урок практического солипсизма. Совсем понятно, что мы воспринимаем окружающий мир в известном смысле через наше тело, так или иначе, через кончики наших пальцев, через нашу походку, через наши глаза. Здесь воспринимается это через капилляры, через сосуды этого горла. И, конечно, там пейзажи более страшные, более крутые. И понятно, что здесь мы можем сказать, что здесь эфирное тело, которое просто раскрыло свои глаза в этом горле. То есть я хочу сказать, что мы можем сказать все, что угодно на эту тему. Но, тем не менее, вот суть этого рассказа от нас уходит. И это всегда нам, современным читателям, очень неприятно, потому что если мы плохие творцы, то мы все очень хорошие комментаторы. В том смысле, что мы пытаемся комментировать подряд все, что нам попадает на глаза. Поэтому для меня, как для современного читателя, этот рассказ составляет мучительный диссонанс. Потому что я в конце концов, Юра, и если вы объясните это, вот хоть как-нибудь тогда этот зуд интерпретаторства будет хоть чуть-чуть защепотан и погашен. Да, ну, спасибо, Юра, я могу больше рассказать относительно этого рассказа. Он в значительно большей степени, чем некоторые другие, он написан, так сказать, под воздействием такой, несколько такой, реальной творческой силы, то есть в том отношении, что я пытался, так сказать, когда писал его, погасить все рациональные и даже метафизические установки, освободить, как бы, свое творческое «я» от них и, так сказать, просто вот ломиться, как говорится. Поэтому, естественно, этот рассказ наиболее, так сказать, труден для интерпретации. И вот те интерпретации, которые там предлагались, они совершенно естественны. И вот проблема, конечно, состоит в том, что, как сказал Александр Кирович, что явным образом, еще в большей степени, чем в пальпе, здесь остается некий такой неразгаданный, неизвестный участок, так сказать, который совершенно, так сказать, не таких, да, объяснений. Ну, единственное, что я могу добавить, это одно объяснение, которое я, так сказать, смутно помню, о котором говорил там не один человек в Париже, вот. Ну, насколько это интересно будет, я не знаю. Он говорил вот такую вещь, что, дескать, якобы в этом рассказе видит такой момент, который выражен следующей формулой, что в нашем, ну, он сказал так, что, это известное положение, да, такое, что в мире, в котором мы живем, небо открыто нам своим лицом, то есть поскольку у нас есть образ и подобие Божьего. Но природа в нашем мире повернута к нам спиной в том отношении, что природа, буквально, в смысле, природа, которая нас окружает, она в значительной мере смертельна для нас, она ограничивает нас. Жизнь человека до смешного короткая, и всё, что связано с физической жизнью, так сказать, погребено болезнью и так далее, и так далее, и так далее, да. Но он сказал, что вот самое, так сказать, но есть ещё другая концепция, что вот такое метафизическое зло по-настоящему проявится тогда, когда небо повернётся к нам спиной, а природа откроет своё лицо. И, так сказать, интерпретация здесь такая, что природа откроет своё лицо, значит, откроет свои какие-то немыслимые, бесконечные возможности, о которых мы, физическое человечество, даже не подозреваем, включая вот элемент физического бессмертия, так называемого, ну, конечно, до определённого цикла. И всё, так сказать, своё лицо, всё своё какое-то невиданное и страшное богатство, страшные возможности. И вот он говорит, что здесь есть намёк на это. Причём с такой, с точки зрения неба, все эти возможности природы крайне ужасны и негативны, потому что они ведут не в небесное бессмертие, а в бессмертие другое смерти противоположное страшное. Вот здесь в этой интерпретации как бы в нём снижался намёк на то, что в этом рассказе есть вариант вот такого убежания. Может быть, мы послушаем третий рассказ, чтобы как-то найти те или иные концепции с этим комментарием. Вот так? Да, давайте. Как-то на третий рассказ как-то будет. Третий рассказ? Да, совершенно. Вполне. Рассказ называется «Любовная история». Фёдор жил в уголюной до странности идиотской дыре, где-то в гуще Москвы. Идиотизм главным образом выражался в окнах, которые смотрели на наблюдателя, как выбитые глаза деревянного существа. Содержали Фёдора и его ещё более непонятную сестру старики-родители, сбежавшие от них в другой конец города. Фёдор никогда не бил сестру. Наоборот, часто задумчиво глядывался в неё. Иногда молодые люди пробудивались по проспекту. Только был ли это проспект? Ната, сестра, часто отходила в сторону и мочилась в локую канаву. Было ли им грустно? Почти всегда. Так прошло много времени. Сволос Фёдора всё время падал перхот на пиджак. Ната любовно смотрела на его существо. Чай часто пили по ночам, но почти ни о чём не разговаривали. Ната, надувшись чаю, породила из угла в угол и пела песни, одну и ту же, над рыбную, бессмысленную. Фёдор ложился спать, прикрывая голову томиком Сайденборга. Он был разом, и мог читать не только Сайденборга. Но сестра, напротив, была придурковата и читала только по складам, хотя и любила слушать сказки. Ещё она любила смотреть на закаты, только делала она это не как все люди, а одновременно пережёвывая какую-нибудь пищу. Соседи считали их ангелами, поэтому боялись их, прятались по своим щелям. Впрочем, один извращённый тип угодил в Надину голову камнём, хотя она и так была дурна. Но всё проходило. На Фёдора иногда нападали периоды дикого оживления. Он метался из сторону в сторону, худел и почему-то собирал по помойкам книжки. Но в то же время, нередко делал из книг древних философов бумажный корабль, который пускал по воде. Редко он тогда над убрал с собой и стремился вперёд, и вслышал. Озираясь на самого себя, повстречал он раз довольно приличную, интеллигентную семью озера. Глава семьи вдовец Виктор Михайлович, правда, был совсем никудышем. Плакал по ночам, платок пал на голову и иногда уходил по рельсам железной дороги совсем Бог знает куда. А в остальном, кроме крайней, ни к селу, ни к городу, плаксивость был вполне рационален. Детей своих он сосывал к себе, как петух. Ко-ко-ко! Фёдора привлекал в основном старшая дочка, Светлана. У него как раз был период оживлённости. Фёдор катался со Светой на лодке, читал стихи, думал о смерти. Но потом их роман стал хереть. Фёдор даже часто бросал Свету во время прогулок на улице. В первое время он истыдивился, останавливал её где-нибудь на углу, с тем, чтобы, по его словам, отойти и помочиться. Но вместо этого резво убегал от неё. И она так оставалась долго ждать его за углом. Потом он бросал её просто так, прямо неожиданно, где-нибудь провелись. Светочка-то возмущала, но не больше. Она вообще была идеалисткой, жила чёртная, чем, принимая чайник за глаз кушать. В конце концов, Фёдор приспособился ходить к ней с сестрой. Сестра как к тени, сопровождала его даже на чердак. Тяжёлая тоска у человека Фёдора. Однажды Света умерла, поле прямо утонуло. Фёдор пришёл представиться по этому случаю родственникам в своём самом лучшем костюме. Виктор Михайлович, который уже начал считать его идиотом, не давал согласия на брак, был поражён в дорожных сочувствиях полу с Фёдором. За общей самотохой, вызванной известным о смерти, это не так бросилось в глаза, но вскоре это целиком заняло умы Светлани и хвостников. Фёдор не отходил от них ни на шар, как побитые собаки. Невал вникал во всё хозяйство, связанное с Харомием. И за столом во время скорбных ужинов сидел по правую руку о перца Свет. Тут же маялись её брат Клёва из острозоя, тупые глазонады, сидевшие в углу, следили за ним. А Фёдор и в перьянь полюбился Светлану после смерти. Её исчезновение стало равно её присутствию. Он забросил всю жизнь и с воспалёнными глазами рассказывал Озеро о якобы духовных безднах свечи. Нервничал и вспоминал вспоминал предвижение улыбку, сбой глаз, которые теперь приобрели неслыханное значение. Виктор Михайлович совсем ошалел от него и предложил ему по знакомству формить враг с умерших дочек. Часто Федя говорит забитый пухом уши своей сестры. Она не любила шума, так как считала, что нет дьявола, что его высшая мечта выращивана назад. Он хотел бы в прошлом умереть вместе со Светлой. Иногда бормотал самому себе с видимо удовольствием, что то он, вернее, его идеи вели Светочка до самоубийства. Поэтому он считал, что Светлана не просто утонула, а утонула сознательно расстают пиццами. Грустно ему было бы невероятностей. Когда это кончится, думал Виктор Михайлович спустя три месяца, когда Федор по-прежнему берегил раны родных своими заклинаниями, вроде того, что Светочка могла бы быть в будущем чем-нибудь вроде Светенбурга или даже Аполлония Тианского, и что во сне она иногда говорила такое, что не смогли бы расшатровать самые тайные мистики, не говоря уже о молодом психиатрах. Он выназал родных раз в три дня справлять траурный семейный печер в честь Светочки и воинственно поматывал своим фиктивным задним числом полученным свидетельством аппарата. Он уверял Лёву, который был наиболее интеллигентен из остатков с Апозором, что Светочка, хотя и говорила в своей земной жизни одни наредко глупые вещи, но на самом деле у него запрятан особый эзотерический смысл, который недоступен даже первосущим. Озеро от всех этих людей правда немного помешались. Лёва долго истерично спорил с Фёдором возможно ли что в первосущем не скрывалось то, что обнаружилось в последующем, то есть Светочке. Фёдор считал, что возможно, так как по его мнению Светлане все эти странности являлись проявлением силы посторонних дворцов. Он возмущался. А Зоя просто жалела, что Света умерла, вспоминала её слёзы и добрые дела и робко надеялась, что Светлана теперь процветает на том свете. Фёдор с теними разговорами и ложась спать целовал с Светлане портретом. Так прошёлся на год. Могила Светочки до того была заплёвана от непрерывных посещений, что озеро оштаховали. Но Лёва торжествующе говорил, что время делает своё верное кротовое дело. И Фёдор премногу забывает Светочку. Вот это вполне нормально, говорил он. И Фёдор действительно не забывал. То ли у него уже оскудил запас слот и понятий, то ли Света умерла второй раз. А теперь он иногда брал нато погребы в лес. Он стал страшно злым и раздражительным. Оттого наверное, что прежнее необычное состояние уходило от него. Я не понимал Фёдор, зачем он нато вечно берёт с собой. Как можно так привязываться к совершенно ненужной вещи, возмущался он перед собой. Действительно нато особенно самой себе. Раньше в детстве она ещё задумывалась над своей ненуженства. Теперь это просто. Забывая Федеслеточку, забывая громко и радостно петухом кричал Виктор Михайлович. При глубине своей странной отзывчивой души он считал, что петухам достойны человеческой конец. Забывая это, было должно на ночь. Неизвестно, чем бы кончилась эта история для Фёдора с уже несуществующей Светочкой, как вдруг, ровно через год и четыре месяца после смерти, в том же хруду утонул Лёва, её брат. Дева оборачивалась совсем неприлично. Прикурнув Виктор Михайлович робко грустил у стола. Зоечка вообще не могла ни во что повезти. Фёдор пропал дня нато. Наконец он пришёл в дом подобранный, строгий, крепко стянутый, точно подрягался. Сначала говорил мало, больше кое-как задумывался. Люблю Лёву, произнес он прямо в глаза Виктору Михайловича. То есть как любите в дорогу подпрыг Виктор Михайловича? Вот и самое странное именно то, что он мужчина, а не то, что я люблю мёртвого, начал Фёдор. И тут Зоечка перебила Лёву с риском, она ушла в другую комнату. Объясни, Федя, хоть мне, как мужчина мужчине, что это значило? Закрустил Виктор Михайловича. И тут Фёдор понёс. Чего тут только не было. И то, что в целом мире только Лёва понимал его. Это операция к отцовским чувствам Виктор Михайловича. То, что брак с мёртвой Светочкой была ошибкой. Вы что, развелись с моей умершей дочерью? Орал Виктор Михайлович. Разумеется, тайна. А на самом деле Фёдор очень страдал. Он полюбил Лёвушку и существует в себе жило его тень. Всё смешалось в Торнобозерево, а больше всего в душе Фёдора. Теперь он уверялся в домочадцах, что всегда любил Лёвушку. И тогда, когда я говорила о покойной Светланочке, на самом деле подразумевал явление ещё живого, но в его сознании уже мёрткого Лёву. Некоторые путаницы не мешало всем чувствовать таинственности происходящего. Виктор Михайлович, правда, в тиши и под одеялом признавался самому себе, что уже не различает, кто и как давно умер. Кто-то, разумеется, считал, что он довёл Лёву до бессознательного самоубийства и жалел, по всему. По ночам с Фёдором стали происходить странные истории. Надо сказать, что он своей ненужной сестру идиотку клал обычно к себе в постель, чтобы именно ощутить присутствие ненужности и никак не мог отделаться от этой внешней нелепой привычки. Но, несмотря на нереальное дыхание нато около Фёдорова лица, Лёва как будто посещал Фёдору по ночам. Собственно говоря, ничего Фёдор не видел. Как форма Лёва отсутствовал, но происходила какая-то чистая его эманация и Фёдор чувствовал в душе содрогание и с мир пел никем не сочинённые песни и что-то существующее, которое раньше было Лёвой, мучительно дразнило Фёдора и вызывало в нём ощущение танца. Он чувствовал сладости более одновременно и никак не мог выбраться из их противоположности. И днём он тоже носился со своим представлением о Лёве как с нездешней картиной и в то же время она оказалась болезненно и везде были поиски небытия смерти смешанные с его воображением и чем-то отделённым от него самого. В конце концов Фёдор заметил, что стал совсем ровнодушен к женщине. Напротив общества мальчин он иногда чувствовал нехорошее беспокойство. А Виктор нехорошее после смерти начал вдруг веселиться и меньше планировать. И только в его рациональности иногда появлялись пугающие трава. Так прошло некоторое время. Фёдор по-прежнему, хоть и остывающий, наборачивал свое лицо к умершему Лёву. Правда, тоска его немного притупился, но внутренне он был готов очень очень А месяцев через девять после смерти Лёвы Зоя неожиданно для всех её знавших утонула. Только никто тут обречки. На похороны почему-то почти никто не пришёл. Как будто все знакомые сконфузились. Можно сказать, что были только Виктор Михайлович Фёдор и Нат. Возвращались они в обнимку чуть не лапой другу. Ната ничего не понимала о происходящем. Однако теперь она считала не нужной не только себя на весь мир цена. А Виктор Михайлович вдохновенно подвигал планы как ему построить для себя старшиться живых дачку. Правда почему-то он хотел её сделать со стеклянной крышей. И уж вообще без всяких крыш. Он весь его размахивал руками в небо. Один Фёдор был по-настоящему крюму. Он с ужасным чувствовал, что уже забывает про Лёвушку, что всё у него опять таинственным образом смещается. И та же любовная история повторяется по отношению к Зоечке, что он любит её так же, как и любил остальных ушедших. Но теперь уже страшная тоска хватила его. Листы кружились перед ним, не задевая лица. Он шёл вперёд, не замечая тема. Единственное, что в нём поднималось, странное, неизвечимое желание повеситься. Вопрос, разрешит ли это то, чем он стал жить. тема. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень любопытный момент. Вот какого рода скажите, пожалуйста, Юра, вот такие герои и такие ситуации возможны ли в других аксессуарах, в других пейзарах, допустим, не в этих кошмарных московских дырах, не в этих совершенно чудовищных каких-то помойках, а просто, ну, скажем, у наших русских новых новоришей, допустим, в каких-то апартаментах, в каких-то и задействуют, допустим, не такие люди довольно бедные и довольно несчастные, а допустим, люди такого среднего или даже богатые люди, среднего достаточного или даже богатые. Возможно ли, то есть, я хочу сказать, этот сюжет всегда связан с социальной сферой, в которой это происходит, или это совершенно тотально общечеловеческий сюжет. Понятно, почему я спрашиваю, потому что рассказ очень традиционен с точки зрения силовых линий «Любовь-Смерть». Совершенно понятно, что героя переполняют просто идеи любви, и совершенно понятно, что мы все равно кого любить в принципе. И в этом смысле он тоже высокий индивидуалист, который пытается вообще реализовать себя на необычайном физическом уровне. То есть, любовь у него сильна как смерть, и даже сильнее, чем смерть. И вот я хочу узнать, откуда и каким образом все-таки у вас в большинстве ваших рассказов все равно присутствует так зеленая, совершенно точная панорама этих событий. Имеется в виду эти дыры, эти кошмары, эти какие-то родственники, которые бросают или не бросают. Совершенно ясно, что ваши герои, на мой взгляд, они неоткуда, они берутся вот как манифестированный мир без Господа Бога, без ничего. И характерно, что, кстати, в рассказе Польба, в рассказе Польба лампадка перед несуществующими иконами. Александр Геевич высказал идею, что тут там просто такой, да, это возможный вариант, что апофатическое начало белос абскондито, то есть неведомый Бог и перед ним лампадка. Но, возможно, и другое, просто пустота и является тем Богом, перед которым стоит лампадка. Совершенно нормально и обезоруживающая полностью пустота. И здесь, в данном случае, мы не видим у этого героя в рассказе «Любовная история», мы не видим в нем очень большой напряженности любви. Любовь идет как-то очень нормально таким потоком. Он в известной степени любит сестру, любит Светлану. В общем, то есть этот человек в каком-то смысле действительно как будто на лодке плывет по реке любви. Очень спокойно. Причем очень интересно, что и смерть для него тоже не особо есть препятствия. В этом плане вы находитесь ли вы, что это чисто метафизический рассказ? Или его можно интерпретировать просто как элементарное становление «я» человека, который хочет развить свое любовное чувство до абсолюта? Ну, я отвечу просто очень коротко. Думаю так, что этот рассказ одновременно является таким метафизическим рассказом, потому что явно метафизическое опрека, но, с другой стороны, вот этот пейзаж он абсолютно необходим. я не думаю, какое возможно вот в этих таких роскошных квартирах или в сознании новых русских, потому что метафизическое проявляет себя все же в определенных, так сказать, условиях. и есть некоторые пейзажи, которые носят столь негативный момент, что метафизическое просто в них не воплощается, потому что этот пейзаж является просто знаком отсутствия метафизического Простите, можно я тревогу? Нет, в том смысле, я хочу продолжить. Допустим, можем ли мы, возвращаясь к рассказу о хозяинах своего города, можем ли мы сказать, что вот такая ситуация может произойти в особняке, ну, допустим, новых русских в какой-нибудь не в общежитии или так далее, а именно где стоит там нормальная какая-нибудь французская мебель, где сделан евролемонт, где все шикарно. Или для этого, допустим, необходимо вот эта комната, разделенная четырьмя разорванными одеялами, этот самый голый человек, который играет в карты сам с собой и поздравляет героя с тем, что он кашляет. То есть, вот вся эта ситуация, вот эта ситуация возможна только в этих аксурах, верно? Да, я думаю, да. Или, то есть, это не является притчей в духе Кавки, допустим, ну, допустим, рассказывают, то есть, роман процессов, он может где угодно, где угодно, роман замок тоже может вообще, это уже чистый парадигм, это, собственно, не литература. Это уже перехлёст метафизику, перехлёст просто в какой-то социологический кошмар. С колоссальным пучетом каламеда и тоже, при этом. Очень любопытно. Но здесь это билетристика. То есть, здесь нет выхода в метафизику такую же резкую. Я имею в виду, эти три рассказа, если взять просто их по аксессуарам. То есть, они притянуты, они притянуты к абсолютно точному социальному моменту. или нет? Вы знаете, что, я бы так не сказал, что здесь дело вовчем, что эти рассказы, они совершенно нежданно метафизические, они имеют абсолютно общечеловеческий смысл. Ну, так, как всякое метафизическое, не только общечеловеческое, но и на человеческий смысл. Но, просто, я думаю, что вот эти, все эти моменты, там, коммунальные квартирки, это просто является, ну, некими такими символами присутствия этого метафизического. В принципе, это может, конечно, быть везде, в любых, так сказать, ситуациях, но все же проявление метафизического должно выражаться также в окружающем пейзаже. Так это есть тот самый инфернальный пейзаж, о котором говорил пейзаж, или это просто пейзаж. И этого пейзажа, это пейзаж, потеряет силу, кстати, я бы хотел, чтобы вы, на самом деле, развилили идею фирменного пейзажа, в смысле, вот этих трех раз. Таким образом абсолютно это физическое, но просто есть некая нужда в штрихах. представляется крайне интересным то, что я сформулировал, это на самом деле здесь есть еще один такой тонкий момент, очень тонкий. дело в том, что существует такая традиция, она уже такого локального толка, это не глобальная большая традиция, о которой мы говорим, а очень такая узкая, но опять не экстенсивная, очень интенсивная. И согласно этой традиции, локальной традиции, вот Юрий Иванович Вамлеев и мир, в котором он жив, такой физический мир, с его реальными пейзажами, которые благодаря блику абсолютно превратились в инфернальный пейзаж специфической вамлеевской литературе, что это на самом деле является неким аномальным в сочи зрения традиционализма классического явления, некоторые традиции, которые, скажем, сделала такой, ну, будучи основанной на нормальных постулатах и правных чертах, она сделала некоторый странный скачок, такой же, как герой первого рассказа, она сделала странный скачок, метафизическая традиция, и обнаружила в содержательной стороне таких метафизических процессов, о которых она была осведомлена, некоторые зазоры, некоторые, скажем, проблемные трещины, и вот, поскольку таким образом эта традиция становится, скажем, очень-очень особой, существовало несколько версий о ее специфики, какую роль играет в этой традиции Евгений Всеволодович Головин, какой кеда Джахир Джималь, какой сам Юрий Тач Мамлиев, даже была такая концепция, некоторая странная, вот есть такое понятие коллективную толку в буддизме, что какая-то сущность очень странного порядка, воплотившись в инфернальной Москве, таких позднесоветского периода, рассыпалась на несколько персонажей, и, значит, собралась потом в единый круг для выяснения тех проблем, которые были отложены в каких-то очень-очень высоких, очень серьезных мирах. Но вот это сочетание такого колоссального наследия, которое позволяло оперировать классической метафизикой, с каким-то странным и неожиданным скачком метафизики, такое ощущение, что сама метафизика захотела в какой-то момент преодолеть себя, сделать некоторый неадекватный шаг, поскольку, ну, можно себе представить, есть такие гностические учения о том, что абсолют тяготится своей абсолютностью, в какой-то момент ему надоедает быть абсолютным, он настолько абсолютен и само такое совершение, что он думает, зачем, собственно говоря, это так, то есть нельзя лишь как-нибудь избавиться от бремени своей собственной абсолютности и делает такой-то выверт такой, ну, конечно, мы не можем об этом судить, это очень серьезная вещь, но такая традиция есть, и вот в этом смысле может быть, вот я в качестве, я не настаиваю на этой теме, но откуда уникальность, абсолютно гениально подмечена Евгений Сергеевич, уникальность мамлеевских пейзажей, мало того, что они интернели, они еще мамлеевские пейзажи, и вот эти квартирки, эти социальные среды, эти типажи, они несут в себе совершенно дополнительный компонент, который, в принципе, обычный иллюстративный ряд, иллюстрирующий те или иные метафизические и инициативические реальности, не несет. Собственно говоря, как сама метафизика, она слегка имеет некоторый такой сдвиг определенный, некоторый дополнительный нюанс. Также и, соответственно, все, что эта метафизика перерабатывает в творчестве, в картинах, тот тоже несет очень специфический пейзаж, неотделимый, поэтому, на самом деле, если пришло о парадигме, мне кажется, что просто о парадигме инициативе, можно было бы и у новых русских, кстати, истории, мне известно, несколько историй новых русских, они подчас еще более абсурдны, и не за денег связаны, причем наоборот, даже среди новых русских сплошь и рядом возникают типы как раз очень мамлеевские, сейчас средний класс стал трезвым, а вот этот новый русский класс, они все более и более безумные, на самом деле, и там как раз какой-то аналогичный аналогичный на самом деле инициативический сценарий, мне кажется, сейчас наоборот вполне возможен, но, другое дело, что мамлеевский мамлеевский интернальный пейзаж, который состоит из этих конкретных местечек, из этой стеклянной, никогда не построенной дачи, скорее стеклянной крыши, коммуналки, квартиры, это на самом деле в принципе замеченное, скажем, каким-то вот этим неоптодоксальным абсолютом кусок имманентного мира, который, говоря о том, что он был замечен, приобрел совершенно колоссальное значение, ну, я, то есть, если бы просто взять по аналогии, не говоря о прямых вещах, то есть, естественно, речь о совершенно разных вещах, но ведь мы же, какие-то исторические события становятся парадигмой нашего постоянного переживания, то есть, что-то произошло во время ООНа, и мы это вот литургически повторяем, так вот, в своем, на своем уровне, в своей такой особой уникальной метафизической линии, мне представляется, что эти пейзажи, они культовые, на самом деле, но не сами по себе, потому что, например, у Равина, Аскара, или у каких-то картинок, или у других художников, которые пытались схватить дух 60-х, на самом деле, у них все было обычным, в принципе, их парадигмы полностью перекладываются на современные ситуации, современные пейзажи, а мамлеевские нет, хотят, с другой стороны, если очень правильно, каким-то таким образом извернуться, или быть сродным уже по своему собственному происхождению с мамлеевской метафизикой, и вот с тем, как бы сказать, с тем кивком, странным прыжком, скачком потустороннего, которые за этим угадываются, некоторыми, то тогда можно, на мой взгляд, в данном случае, я в гипотезе высказываю, можно перенести эту ситуацию, и даже в этом таком уникальном аспекте на новые какие-то новые пространства. Но то, что Юрий Тайчик не описывает до сих пор, фактически очень мало даже в новых рассказах таких новых русских пространств, либо какие-то все-таки это 60-е, 70-е, какие-то оставшиеся меблировки с тех времен, даже если это старичь о современных людях, это очень важный момент. Мне представляется, может быть, просто еще мы, как бы сказать, недостаточно поняли, что вот этому такому странному коллективному метафизическому существу примирещилось, в таком глобальном метафизическом смысле, глядя на население позднесоветской нашей Родины. И вот, если бы мы поняли, что ему примирещилось, то мы могли бы это и восстановить и здесь, и сейчас. Но это не так просто. Я могу два слова считаю, Анжелий скажет, что проблема здесь такая вот вообще глобальная заключается в следующем, что и в этом есть, может быть, некая даже оправка кенонизму, потому что кенон брал традицию как некую застывшую вечную реальность. И, в общем, он, в силу некоторых причин, о которых мы сейчас не будем говорить, он не задумывался, кроме, может быть, одного-двух замечаний, о том, что метафизика может, я бы не сказал такое слово развиваться, оно обсужено в отношении к метафизике, но метафизика может раскрываться, то есть, иными словами, она может в какой-то исторический период, вечный, раскрыть себя совершенно по-другому. И вот сейчас как раз период, когда на мой взгляд в мир входит совершенно нечто иное, чего не было раньше, то есть абсолютно иная метафизика, которая, в общем, вообще-то говоря, в обычной мировой традиции не содержится. Это очень важный и такой совершенно глобальный момент. С другой стороны, конечно, у Генона было одно замечание о том, что истинная традиция заключает в себе момент, выходящий из предела твердности. То есть, иными словами, просто упрощая, можно рассматривать метафизику все же не как некая некий застывший пробегмы, которые были предыдущих тысячелетия. Вот сейчас возможно мы живем в период, когда входит в мир некая новая метафизическая реальность. Поэтому все эти истории могут существовать в любом другом пейзаже, но они неизбежно должны преобразовывать пейзаж нечто иное. это происходит в голове нового русского, то его прекрасная квартира и сотни автомобилей уже будут иметь совершенно некий иной смысл и даже иной какой-то битвы. И, как я знаю, так и происходит в действительности. То есть, его происходит какое-то внутреннее преображение вещей таким случаем. Но в этом нет особой необходимости потому что совершенно не того, что, так сказать, не имеет уж такого глобального значения эти пейзажи. Как я это увидел, это было креплено к этому необычному пейзажу 60-х годов. Ну, будут другие варианты. Скажите, пожалуйста, тут выключи любопытный какой-то момент. Дело в том, что когда вы употребляете такие слова как абсолют, метафизика, традиция и так далее, не обращайте ли вы внимания, Юрий Витальевич, что, в принципе, ход вашей прозы очень текучая, которая полностью размывает все эти именно существительные, которые изображают в принципе собой малопонятное единство, но которые при этом все равно мы употребляем как бы несколько по инерции. Потому что, по-моему, сейчас настало такое время, где физика и метафизика уже очень сильно сливаются, где жизнь и смерть тоже так незаметно переходят друг к другу, что невозможно их точно облеглить. Даже стиль последнего рассказа, любовная история, вы позволяете себе даже такие совершенно спокойные фразы, что Федор там вообще-то считал ошибкой брак с мертвой Светланы. Понимаете, это у вас проходит совершенно спокойно такая же дежурная фраза, как то, что она принимала чайник за глаз Бога. Понимаете, и вы читаете это примерно таким же спокойным голосом, как типа того, что Федор отошел помочиться. Понимаете, какое дело? У вас совершенно авангардный стиль, поэтому я уверен, что нельзя вас сравнивать с традицией и вернее перекидывать какие-то канаты прошлую русскую литературу, потому что понимаете, это в принципе невозможно. Я говорил о том, как вы делаете комнаты, как вы делаете все эти живые страшные дома. Или, например, прекрасная допустим метафора свалка была большая как Германия. Мы подумаем, ну почему Германия? Можно сказать большая как Австралия, как Бразилия, то есть нечто, но здесь метафора дана с удивительным крючком в этом смысле, потому что Германия для нас это нечто очень большое, и не только с точки зрения пространства. Есть страны побольше Германии. Но, так сказать, в духовной истории белой цивилизации нам очень трудно найти страну, которая была бы большей Германии. И поэтому, когда свалка такая же большая, как Германия, эта советская свалка приобретает совершенно метафизический характер. Но это метафизика, которая идет как бы изнутри этой свалки. Человек быстро вышел из этой своей дыры, из этой комнатухи, перестал учитывать свиней, и сразу попал на эту свалку большой Германии. Понимаете, вы все это излагаете очень точным языком, с очень легкими грамматическими неправильностями, что очень правильно кстати это делается. Но при этом у вас нет никакой тенденциозности, никакой идеологии. Допустим, в преступлении наказания Достоевского написано, что комната Раскольникова была похожа на гроб. Это и есть тенденция, это и есть идеология. Мы уже сразу понимаем, что в такой комнате ничего, так сказать, хорошего быть не может. То есть, жизни и смерти очень разделены. И Раскольников, совершив совершенно обычный ад, то есть, укнув эту, охобачив эту старуху топором, то есть, нормальный ваш герой бы просто плюнул, а не обратил внимания на это пустяк. Сделал из этого совершенно невероятную, абсолютно какую-то психосоматическую драму. И потом долго каялся и непонятно вообще, куда попал потом. То есть, то, что для современного героя, современной литературы совершенно нормально, то невозможно для героев 19-го века. Это говорит, что между нами пропасть очень большая лежит, и эту пропасть невозможно запомнить. И поэтому жалкие призывы, допустим, писателя Юлия Витальевича Мамлеева пристегнуть к Достоевскому, Рейнезову, или еще там кому-нибудь. Понимаете, где учтена посткультурная ситуация людей, где все границы размыты, и где людям, как в рассказе «Хозяин своего голова», предоставлена совершенно уникальная попытка разобраться наконец в своей жизни и в своих мыслях так же точно, как эти люди, ваши герои, разбираются в самих. Мне кажется, что это довольно героическая литература. Как вы считаете? Я считаю, что это замечательные слова. в которых трудно выразить, именно вот этот поток взял движение сюда. Тогда может быть закончим, уже время вышло. Интересно, что реплику, что у Юмитраича есть совершенно блестящий рассказ Титаны. Вторая фраза, там такая пьет, Семенович прилетел. Действительно. это титанический труд, героическая литература. Я думаю, что мы вернемся к теме метафизики Мамлеева еще неоднократно на университете. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕéis АПБЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...